Лето в разгаре, но туристов на известном португальском курорте раз-два и обчёлся. В мае в регионе Алгарвы рост безработицы составил 232% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Эпидемия коронавируса и последовавший за ней карантин больше других сказались на туристической отрасли. В июле отели, бары и рестораны оставались пустыми, и их владельцы говорят, что у них лишь август, чтобы хоть как-то спасти сезон. В целом экономика Португалии во втором квартале погрузилась за глубокую рецессию. По мере того, как углубляется экономический и социальный кризис, изменяется состав тех, кто обращается за продовольственной помощью. Кристине 25. После того, как она родила ребёнка, уровень их жизни резко упал. Раньше я ни в чём не нуждалась, у меня была приличная зарплата. Но потом работодатель перевёл меня на неполную занятость. В ФАРУ на помощь нуждающимся приходит благотворительная организация, например, Рифуд. Раньше к нам обращались 114 человек, сегодня 330, 96 из них дети. Из каждой недели их число растёт. Мы оказались в совершенно новой реальности. К нам обращаются всё больше и больше представителей среднего класса. Эти люди никогда раньше не были в такой ситуации. Они могли прокормить своих детей сами. По мнению благотворительных организаций Португалии, кризис усугубляется ещё и потому, что сокращается количество пожертвований. Всё меньше организаций и частных лиц готовы выделять из бюджета средства на помощь другим.